Следы страшной трагедии еще не тронуты временем. На месте аварии смешалось все. Автобус с пассажирами будто пропустили через центрифугу. Раскиданы детские носочки, туфельки, пакеты с продуктами. В землю воткнуты окровавленные сидения. В ночь на 12 июня рейс с паломниками следовал по трассе Байкал. Люди возвращались домой после поездки в обитель преподобного Варалаама Чикойского. Ежегодно 11 июня сотни верующих съезжаются в святые места. В автобусе находился 51 пассажир. Последним этот путь оказался для 14 человек. Многим все же удалось выкарабкаться. Мы все дремали. Потом глаза открыл автобус. Подскакивает и неизвестно куда прется. Все закричали, конечно. Участок дороги, по которой шел рейс, достаточно опасный. Местные называют этот крутой поворот тещин язык. Проходить его следует на пониженной скорости. Однако никаких предупреждающих знаков, даже ограждения на этом участке нет. Когда автобус сошел с дороги под откос, он пролетел не меньше 30 метров. Можно ли было предотвратить аварию? Превысил ли скорость водитель? Соблюдались ли требования перевозки пассажиров? Или попросту водитель не вписался в крутой поворот? На эти и другие вопросы следствию еще предстоит ответить. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более человек. По решению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, это уголовное дело передано для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета. Сегодня уже представители Центрального аппарата прибыли в Забайкальский край и уже выехали на место происшествия, где будут проводить комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств этого преступления. Однако подробности той трагедии из уст самого водителя уже не прозвучат. Сегодня утром мужчина скончался в реанимации Петровзабайкальской больницы. Сейчас в район на опознание съезжаются родственники погибших. 14 июня вертолет Росгвардии в дворе и садоставит села погибших в Читу, в морг Краевой клинической больницы. Следователи в рамках расследования уголовного дела будут давать оценку действиям работников дорожной службы, которые не установили ограждения, не установили предупреждающих знаков о проведении ремонтных работ. Эта оценка будет даваться с целью выяснения признаков халатности в их действиях. Ну и в случае, если такие признаки будут обнаружены, будет возбуждено уголовное дело еще и по халатности. Пока в больницах Читы и соседней Бурятии находятся пострадавшие различной степени тяжести. В Краевую клиническую было госпитализировано 11 человек. Трое из них пока в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Остальные в отделениях общей травматологии, хирургии, нейрохирургии. Еще 11 пострадавших доставили в первую городскую больницу. В реанимации одна пациентка. В Бурятию эвакуировали самых тяжелых потерпевших. Одна девочка прооперирована, она в сознании. Другая, к сожалению, в Коме подключена к искусственной вентиляции легких, сообщает в пресс-службе Минздрава Края.